Здесь, кстати, очень много купальников. Люди! Коронавирус! Все по домам. А скучно одеваем. Всем привет! С вами Катя. Сегодня посмотрим ночной рынок. Находится он в самом центре Инчанга, напротив лотоса. Ну, лотос – это такое здание в форме лотоса, которое вы видели. Так что вы не ошибетесь через дорогу. Сейчас будем смотреть, что здесь есть. Здесь такая света. Здесь, ну, вот, есть одежда, вы видите. Всякие игрушки, латшапки вьетнамские. Вот, пожалуйста. Тоня хихикает все. Все, все, все. Они мне суют калькулятор прямо в лицо. В общем, 10 тысяч тонгов стоит шляпа. Так, вот есть гучи, кстати, модная. Здесь есть такие тапки. Так, вон, пожалуйста, вам оделся манго с сушеными орехами. И всякими. Кофе тут есть, чай. В общем, тут много всего. Вот синтетические подболочки. Пожалуйста, Nike. И всякие другие фирмы. Вот, кстати, тут очень многое заметила. Томи хирфигер. Вот эти пижамки. Их, кстати, очень любят носить китайцев. Но китайцев сейчас нет. Поэтому, видимо, их не особо мало. Много кто покупает. Вот такие, кстати, штаны, я видела, носят. Но они достаточно удобные, кстати, для такой погоды. Так, здесь у нас, кстати, вот вьетнамская звездочка. Я так понимаю. Да, вот. В общем, кому надо. Здесь и спор есть. Всякие бальзамы. Вот, кстати, ромы. Ромы, кстати, вот эти вот... Ну, ром вьетнамский. Он достаточно популярен. Но, оказывается, у него, по-моему, только один вид. Производят официально. А все остальное это как самогон. То есть, неофициально идет производство. Ну, то есть, правительство за него не ручается. Вот здесь кофе есть, кстати. Вот цены. Ну, кстати, цены подписаны на удивление. Ну, цены, в принципе, нормальные. Может, чуть дороже, чем у магазина. Вот такие есть на подарок. Маленькие. Здесь много очень орехов. Кстати, вот это вот прикольно сделано. Такой подарочный стиль. Сушеный манго. Сушеный манго я, конечно, очень люблю. Они бывают разные, но много я пробовала разных. И они вкусные все. Вот кокосовое масло. Вот алоэ, кстати. После солнца можно использовать. Вот мыло красивое. Такие свиниры. Здесь опять одежда. Здесь есть мясо. Креветки. Сушеные всякие морепродукты. Здесь, кстати, я заметила очень много сумок. Видимо, для поездки, чтобы ты купил. Вот такие есть маленькие. Ремни, кстати, тоже есть. Ремни такие, типа, под крокодила сделаны. Ну, кстати, с такими прям выемками. Как будто бы настоящие. И вот такие всякие сумки. Вот это вот они, видимо, сами шьют. И вот брендовые есть. Чемоданов очень много. Здесь прям много людей. Сувениров много продают. Всякие ракушки в основном. Вот целый одеял с всякими бальзамами. И всякими средствами народной медицины. Вот это вот маленькие шортыки. Вот такие веселенькие шортыки. Кстати, здесь люди, китайцы здесь все-таки есть, ну, по крайней мере, говорят они по-китайски, похоже на китайцев. Видимо, они уже приехали. Вот, смотрите, какой пляжный костюм, ну, вернее, даже не пляжный, а такой праздничный. Вот, у таких вот сумок очень много таких прям брендовых, Tommy Headpicker. Здесь, на удивление, достаточно спокойно сегодня. Здесь есть спортивные майки, вот, смотрите, кстати, вот такие спортивные, у них появились, типа, как купальники и шортики. Ну, это, конечно, больше спортивный костюм такой. Вот есть вьетнамские дыхи. Вот сувенирчики. Вот, смотри, какие интересные. В общем, все, что можно привезти, как сувенир, всякие вазы. Кстати, ну, мне нравится, если что-то привозить, мне кажется, надо что-то вот такое брать, чтобы пригодилось хоть как-то в хозяйстве, в общем. Ну, это, в принципе, тоже может пригодиться. В общем, некоторые вещи не пригождаются, вот, особенно не пригождаются мне, почему-то, ракушки дома. Вот, часы, кстати, есть в дешоке. Здесь вот одел с всякими масочками, одежды. Так, здесь, похоже, вам могут сделать браслет. В общем, они делают браслет, там написано «Хатранг», ну, или, я не знаю, «Ничанка», в общем, «Ничанг» там написано. И могут, наверное, сделать любую надпись. Вот, здесь, кстати, всякие пластыри и маски. В принципе, все, аккординент похожий. И цены, вроде как, тоже похожие. Здесь есть уже вот такие-то конфеты. Кстати, вот эти конфеты с шелковицей, как желешки. Вот, здесь и есть кокосовая стружка. Вот, есть финны в продаже. Вот, тапочки, рыбы. Такие, кстати, я видела в Китае. Прикольно смотрятся. Мне кажется, для пляжа было бы прикольно. Таких. Ну, здесь таким, знаете, пахнет клеем, в общем, такие тапки обычные. Мы, в общем, не брали с собой тапки, и в гостинице нам их выдали. И все. А так можно купить, в принципе. Здесь и всякие украшения, куклы, маски. Вот здесь, смотрите, есть здесь очень много кофе. Вкусно очень пахнет. Ну, кофе у них в любом случае, оно хорошее. Бывает, что цены завышены, иногда бывает, что полные нормальные. Вот, есть конфеты из манго, из кукурузы, из дуриана, печеньки. Много детских игрушек. Вот, кстати, футболки все черные с такими рисунками. Вот такая делают лампуси браслетов. А, кстати, да, я здесь уже была. Я помню, что здесь, с обратной стороны, вот с той стороны дороги, там продают фрукты и делают сразу же там соки. Можно купить. Вот это, кстати, фирменные халяски могут вас покатать. Сейчас еще по другой стороне немного пройдем. Вот, вот, очень много очков, кто дает 180 тысяч. Вот, 130 тысяч. Вот, видите, такая красивая девушка. Вот, весь мил, это мил. А что ты предлагаешь? Это мил. Так, ну все, пока то же самое. Сейчас что-нибудь интересное, если найду. Что покажу? Так, ну вот я вижу кофеварку. Да, здесь, видимо, вам могут сразу сварить кофе, может быть, продегустировать то, что они продают. Я понимаю. Заходите? Здесь, кстати, очень много купальников. Так, вот есть еще сумки, такие плеченые. Ух ты, невозможно. И подушки. Кстати, вот такой вот. Я покупала такую подушку, но на практике она неудобная, потому что она не спускается. Нужно покупать такую надувную желательно. Потому что ее потом некуда засунуть. Так, здесь все то же самое. Вот, кстати, есть такие, как сейчас модно, эти корзинки. Так, сейчас пойдем в другую сторону, потому что здесь все одно и то же. Так, мы опять пришли вот в это место, где я вам говорила, соки всякие и фрукты продают. Мы сейчас перейдем туда и посмотрим, что там. На этих колясках мы, кстати, катались. По ним нужно уточнять просто цену заранее. И, в принципе, очень прикольно. Довольно. Смотрите, кстати, какие тут марго. Да. Такой вот сорт, кстати, встречается достаточно редко. Вот, то, что я вам говорила. Есть сок из сахарного тростника. Вот, есть, ну, сочетание с маракуйей и с манго. Вот, 30 тысяч донгов, 20 тысяч донгов. Очень разные соки. Вот, есть уже подготовленная анона. Кстати, вот, я еще не пробовала ни разу. Здесь все порезано, удобно для туристов, да. Здесь прям суета такая. Тут магазин у нас. Тут, в принципе, магазин кофе, то же самое. Так, вот, бананы, печи. Дуриан можно взять, тортами. А, вот, смотрите, сейчас до сих пор здесь популярно вот это вот, плетение кос. Вот такие. В общем, люди заплетают вот эти вот разноцветные косички себе. И вот каниколон заплетают, как понимают, и всякие нитки. Много чего. Сколько же это стоит? Некомерно. И вот массаж. И вот массаж, кстати, но... Здесь тоже массаж. Есть какая-то... Здесь все, пицца, ананас. Письма, ананасик. В общем, дальше уже все. Это уже начинается город. Уже начинаются обычные всякие магазины, и аптеки, и все прочее. Так, ну все, рынок закончился. В общем, не такой-то он большой, на самом деле. Кстати, около нашей гостиницы мы видели, есть подобный рыночек, только еще чуть поменьше. То есть их здесь, в принципе, несколько должно быть купленков. Вот, поэтому... Ну, если вам нужно какие-то купить больше сувениры, или какую-то одежду такую пляжную, то здесь можно купить, в принципе... Ну, нормально. Кстати, я заметила, на мое удивление, там было достаточно так спокойно. И цены даже были подписаны. Вот это меня прям удивило. Мы, по-моему, были раньше здесь, там была прям такой полная суета, дебош. И надо было еще прятать деньги куда-то, потому что они как-то так... Пусико тебе подгрохнут, и деньги могут, ну, как бы, вытащить вас. А сейчас так все спокойно. Вот, поэтому, в принципе, неплохо. Еды там не было, как вы видели. Обычно на таких рынках, я так думаю, завлекают больше как-то какой-то едой. Но вот здесь вот соки, в принципе, удобно пойти фрукты купить и сок попить. Ну, а так, как бы, ничего такого особенного нет, как я сказала. Ну, все, в общем, пишите ваши комментарии, что вам... Что вас заинтересовало из всего вот этого. Вот, вот, в общем, поставьте лайки. Короче, опять кто-то немножко упал на байке. Вот, здесь такое бывает все эти. В общем, пишите ваши комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok